Ну а начнем мы с информации о громком уголовном деле. Алексей Прокопенко может снова попасть на скамью подсудимых. Бывший сити-менеджер оказался в центре очередного криминального скандала. По данным информационных агентств дома у бывшего чиновника прошел обыск. Инициаторы возбуждения дела энергетики. Они пожаловались в полицию на две управляющие компании из заводского района, которые не заплатили за тепло и горячую воду. Якобы Прокопенко этим коммунальщикам оказывал покровительство. В подробностях скандала пытался разобраться наш корреспондент Кристина Трушина. Кристина, ну вот о каких управляющих компаниях идет речь? Ну в мошенничестве подозревают руководители двух управляющих компаний. Это «Стройкомплект» и «Континент-2011». Именно им, по версии исследователей, помогал Алексей Прокопенко. Дело возбудили по заявлению директора Волжской территориальной генерирующей компании. По словам пресс-службы этой организации, сотрудники управляющей компании собирали деньги с жителей заводского района, но до поставщиков ресурсов эти деньги и так и не доходили. И из-за этого именно жители заводского района вовремя не получали тепло, горячую воду, и, собственно говоря, там не проводился и ремонт коммуникаций. И вот что говорится в официальном пресс-релизе компании. Саратовский филиал Волжской ТКК неоднократно обращался в правоохранительные органы города Саратова с целью проверки финансово-хозяйственной деятельности компании «Стройкомплект» и «Континент-2011». На основании поданного заявления сотрудниками полиции города Саратова были проведены проверочные мероприятия, по результатам которых было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» в особо крупном размере. Кристина, вот как в этом деле замешан Алексей Прокопенко, и что в итоге нашли в ходе обыска у него дома? По данным информационных агентств, бывший сети-менеджер связан со скандальными управляющими компаниями, он якобы оказывал им покровительство. Но вот каким образом именно это происходило, и как раз предстоит ответить на этот вопрос. Следователям в ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютер, электронные носители, документы. Адвокат Станислав Зайцев сообщил, что приехал в дом Крокопенко в самый разгар обыска и присутствовал там как раз до его окончания. Сам же подзащитный в этот момент находился в больнице, и, собственно говоря, на допросы Прокопенко пока не вызывали. Следственные действия проводились в присутствии его жены. Прокопенко участником следственного действия не был, поэтому его статус при обыске не был определен. Он и не должен определяться по закону. Но я добавлю, что это разбирательство уже не первое в биографии Прокопенко. Он уже был осужден за неисполнение решений суда и за халатность при выдаче разрешений на строительство жилых домов. И, кстати, в нынешнем скандале фигурирует сумма более чем полмиллиарда рублей. И в чьем именно кармане осели деньги саратовцев, как раз и предстоит выяснить следствие. Спасибо. У нас в студии была корреспондент Кристина Трошина. С ней мы беседовали о новом скандале, связанном с Алексеем Прокопенко. На днях в доме бывшего сити-менеджера прошли обыски.